всех приветствую с вами полина сегодня хочу поговорить с вами о том когда фиалки какое-то время просто не растут что-то им не нравится они замедляются в росте листики не развиваются как следует а потом они начинают расти и что нужно делать как помочь фиалочкам которые не росли и только-только тронулись в рост это всегда видно по листочкам недоразвитым по размеру которые находятся в первых рядах они отличаются просто от деток которые имеют ювенильные листочки в конце видео я покажу это это сорт мордегресс и он у меня вы не поверите уже больше двух лет никогда не цвел я его и туда и сюда пересаживала ничего не помогало вот не раз но не развивалась розетка и все и вот только тронулась в рост вот только-только появились нормальные листочки а под а снизу вы видите что там недоразвитые маленькие не имеющие нормальной пестролистности то есть все указывает на то что розетка не росла какое-то время может быть ей не нравилось место может быть ей недостаточно было света я пересаживаю в принципе во время всегда ну вот что-то ей было не то но она решила все-таки расти что я буду с ней делать теперь таким фиалками обязательно нужно внимание и нужно что-то сделать чтобы она дальше уже росла ровненько и как всегда нужно удалять листочки которые недоразвитые или не того цвета вот вы видите маленький листочек под большим это совершенно неправильно такие розетки даже на выставку никогда не возьмут я это говорила уже в своих предыдущих видео для тех кто первый раз смотрит вот еще один и вот еще и этот обязательно тоже надо удалить я вообще вам скажу что я удаляю очень много листьев со своих фиалок очень много поэтому у меня все розетки симметричные вот видите это недопустимо держать на розеточках чтобы было вот так маленькие листики растут под большими и вот на этой розетке получается посмотрите как много приходится удалить листиков но это ничего мы розеточки не вредим а делаем только лучше вот что осталось я в принципе еще бы может удалила но пока я на этом этапе оставлю эти листики как какие есть еще один сортик этот листик мне прислали из москвы и вот видите он уже вот только начал расти и у него корешки даже стали вылезать это я люблю ретро и он у меня тоже куксился не рос вот такие вот какие-то непонятные листочки снизу вы видите вот эти уже растут вот но он все равно даже цвести начал вот я вам показала вот и поэтому конечно нужно этой розеточкой заняться и удалить все листочки которые вот такие желтоватые и не не росли не выросли они уже никогда не дорастут до нужного размера поэтому их нужно удалять еще хочу заметить что листики никогда не дадут цветоносы вот эти потому что цветоносы над над в ряду над ними значит если ниже то уже никогда не будет цветоносов вот видите какой темненький они и такие волнистенькие а эти с желтизной и это очень некрасиво поэтому я их удалю и тем более что все цветоносы находятся в более в верхнем ряду над этими желтоватыми то есть вы видите желтоватые листья даже цветоносов не дадут потому что они недостаточно развиты вот этот тоже надо удалить короче я решила удалить все листики из нижнего ряда под рядом в котором есть цветоносы пересаживать я не буду его этот цветочек потому что я пересаживала не так давно но землю я подбавлю чтобы прикрыть шейку и чтобы она росла ровненько иначе наклониться в сторону и потом уже кривую шейку никогда не исправить вот у нее видимо очень большая корневая система но пока я не буду пересаживать я только в июне пересаживаю пересаживала еще один сорт очень красивый сорт к джанс бьюти был обливи он у меня тоже видите вот только дал три листочка хороших нет четыре или пять хороших остальные вот какие вы видите маленькие без пестролистности а этот вообще желтый он там ломился сам знал что его нужно удалять вот и этот надо удалить и этот нужно удалить и конечно маленький тоже вот я всегда смотрю сверху что можно оставить а что обязательно надо удалить это процесс который необходим каждой фиалочки буквально каждый и за этим нужно следить если вы хотите чтобы ваши розеточки были все как куколки все на выставку готовы вот видите это тоже надо и еще раз я хочу сказать делайте это пожалуйста без трепета вы ничего плохого не делаете фиалки ей как говорится не больно а только хорошо вот эти листья которые не нужны они только энергию забирают над ними никогда не будет цветоносов они никогда не дадут цветоносы потому что они недоразвитые вот а там вот уже бутончик над большим листочком вот цветоносик лизит и этот надо удалить конечно вот и обязательно нужно посмотреть сверху вот этот маленький один я не удалила потому что там цветонос и я хочу посмотреть как он будет свести а удалить как всегда говорю можно всегда это не опоздаете никогда вот приделать назад уже нельзя а удалить можно в любое время вот это хорошие нужные цветочки и листочки еще одна розеточка мимо которой я просто проходила у меня аж руки чесались вот это вот удалить все эти листья но вот вы видите она только на растила несколько хороших листьев фиалки обязательно нужно дать время нарастить хорошие листья а потом уже удалять чтобы у нее были силы расти дальше нельзя ее оставлять совсем без листочков и обязательно нужна листовая масса для нормального роста ну и конечно для цветения мы же хотим цветение увидеть правда вот эти листья тоже надо было бы удалить сейчас я посмотрю может быть оставлю но пересаживать я не буду потому что я их все недавно пересаживала вот и земля там еще свежая им просто нужно вот внимание чтобы удалить листочки ну вот это то что осталось видите у нее уже получше вид стал правда вон и там хороший уже с хорошей пестролистности растет это оптимара модости он у меня очень давно стоял и еле рос потом не рос потом опять рос но он меня единственный поэтому я уже набрала терпение так сказать и вот дождалась пока он растит нормальные листочки но это еще тоже ненормальный потому что вы видите вот первые плоские а эти какие-то скрученные может быть ему много света было сейчас я его обработаю удалю все те листочки которые мира не выросли как следует вот и потом переставлю в другое место я попробую поставить его на конец полки там где поменьше освещение или у меня есть стойка рядом с полкой где свет есть но он не такой яркий вот вы видите эти листья конечно портили розеточку но вот я надеюсь что она расправится и будет хорошо расти вот и когда я пересаживала тоже недавно принципе поэтому можно будет просто добавить земли а эта розеточка просто детка у которой есть ювенильные листочки она росла нормально и их можно увидеть что это просто несколько ювенильных листочков а сверху розеточка как вы видите очень хорошая ровненькая их нужно удалить и все и все будет нормально с ней вы смотрите за своими розеточками если они плохо растут может быть горшок слишком маленький а корневая большая очень или наоборот слишком большой поэтому она так медленно растет или землю надо поменять а может быть света мало или много все это нужно смотреть индивидуально каждой фиалочки но им внимание нужно всем вот что я вам хотела сегодня сказать всего хорошего спасибо что зашли надеюсь вам советы мои помогут чтобы ваши фиалочки пышно пышно цвели спасибо пожалуйста оставляйте ваши комментарии и не забудьте про лайки спасибо вам большое всего хорошего пока пока спасибо